Для одних культурный досуг, для других работа. Реализацию на территории региона стратегии государственной культурной политики обсудили на заседании правительства. И первое, на что обратил внимание губернатор, это вопрос заработной платы сотрудников сферы искусства. Задача 2017 года – довести ее до уровня средней по экономике. Пока вызывает опасения ситуация в Пучешском, Верхнеландиховском, Гаврилово-Пасадском районах. По итогам первого полугодия мы регистрируем положительную динамику. Рост заработной платы у муниципальных учреждений культуры составил 18%. В среднем она достигла 15 298 рублей. Однако в ряде учреждений заработная плата остается низкой. Благодаря участию региона во всероссийском партийном проекте «Местный дом культуры» 10 объектов получили в общей сложности 7,5 миллионов рублей на техническое оснащение. Средства целевые, ни на что другое потратить их нельзя. А между тем, по информации профильного департамента, 29 учреждений отрасли требуют капремонта. Рекомендуем всем главам городов и районов спланировать работу по подготовке экспертизы ПСД на объекты первоочередной важности. В текущем году был объявлен прием заявок на получение муниципальными домами культуры средств резервного фонда президента России. Но мы смогли заявить в нее только два учреждения. Это Южский и Гаврилово-Пасадский дома культуры, имевшие все необходимые документы. Удачным для региона стало и участие в конкурсе фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Вичуга, Тейкова, Родники и Фурманов выиграли, ни много ни мало, кинозалы. 2016 год в России был годом кино. Важным итогом года стало то, что район получил 5 миллионов рублей на модернизацию кинозала Центрального дворца культуры. И таких федеральных программ, конкурсов у разных фондов много, отметил Павел Коньков. Главное на местах отслеживать ситуацию и уметь грамотно подать заявку. У каждого муниципалитета должна быть рабочая программа развития культуры. Соотнесите свою стратегию с этим перечнем и давайте все-таки привлечем эти средства, не будем жаловаться. На свои, наверное, да. Мы не скоро эти вопросы порешать. Но с привлечением ГЧП, федеральных средств, вообще многие задачи становятся посильным. А подтверждением этих слов стала новость, которую губернатор получил еще утром перед заседанием правительства. Старейшее учреждение культуры в регионе, Южский народный дом, получит 5 миллионов рублей на развитие материально-технической базы. Это средства резервного фонда президента России. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.